Первым делом городоначальник вновь прошелся по оживленным улицам микрорайона Лазарева аэродромная Павлова. Отметил, предприниматели района меняют подходы к работе. Многие реконструируют свои торговые точки. Так, например, владелица нескольких магазинов Светлана сделала первые шаги. Сейчас я, например, поменяла лукобоном, сделала козыречек. Вот у нас еще там магазины, там подсветочку сделали. Чтобы Лазаревка, чтобы она выглядела хорошо. Не так, что, вы знаете, как бывает на улице, торговля вот эти вот все. Для меня это важно, поэтому я хочу изменить этот облик. Упорядочить необходимо и торговлю на пляжах. Ларьки, киоски не должны превращать излюбленное место гостей курорта, набережную, в большой рынок. Такая работа уже ведется во всех районах Большого Сочи. Набережная должна оставаться набережной. То есть никакой торговли там быть не должно. Вообще никакой. Вообще. Вот. И просто в Адлерском районе я в прошлом году в Адлере самом сказал, что, вот то, что сейчас говорю Лазаревсам, что со следующего года никаких ладьков, никаких ларьков на территории набережной быть не должно. Свободное пространство и все. В целом облик района должен соответствовать курортному статусу. Восле каждого двора и общественного заведения обязательно красивые клумбы. Чтобы превратить Сочи в цветочную столицу, приехали специалисты-дендрологи из Санкт-Петербурга. Так вскоре в поселке появится еще одно новое место для приятного времяпровождения сочинцев и гостей курорта. В парке имени Кирова завершается реконструкция. Рабочие уже выложили плитку, скоро начнут устанавливать лавочки и высаживать цветы. Глава Сочи предложил построить в сердце парка фонтан. Местные чиновники его идею поддержали. Строители пообещали завершить реконструкцию зеленого уголка Лазаревского в кратчайшие сроки. Перемены происходят не только в архитектуре района, отметил глава города. Меняются и сами жители. Действительно, сочинцы уже не стесняясь подходят к главе города и выражают свое мнение. Многие отмечают, что перемены глобальные. Недавно в Сочи была с восторгом. Конечно, на мировой курорт не похоже становится мировым курортом. Лазаревский район, конечно, у нас немножко попроще. И вот очень бы хотелось, чтобы Лазаревский район подтягивали к уровню центрального. Чистота какая стала, да? Вот это евро-бачки поставили, урны поставили. Очень хорошо. Спасибо большое и нашему главе, и вам большое спасибо за внимание. После обхода глава района провел прием граждан. Со своими проблемами к нему обратились 10 человек. В основном людей волновали вопросы приватизации земельных участков, разрешения на строительство и другие. На все вопросы мэр дал четкие ответы и распоряжения.